На хорошей дороге На хорошей дороге эта бронированная гусеничная машина может поспорить в скорости с автомобилем. Она уверенно двигается по песку, заболоченной местности и глубокому снегу. Не является препятствием для нее и водная преграда. Боевая машина пехоты БМП-2 в фильме «Оружие». В середине 60-х годов мотострелковые части и соединения советской армии приступили к освоению бронетехники нового класса – боевых машин пехоты БМП. На вооружении мотострелков уже имелись бронетранспортеры нескольких типов. Они должны были доставлять солдат к месту боя. БМП не только перевозили мотострелковый десант, но и совместно с ним вели боевые действия, главным образом наступательного характера. Посадка и спешивание бойцов происходило через люки на крыше корпуса и кормовые двери. Решающее значение для успеха наступательной операции приобретало взаимодействие с танками. Боевые машины пехоты двигались во втором эшелоне атакующих на расстоянии 100-200 метров от танков. Для того, чтобы не уступать танкам в подвижности, БМП оснащены гусеничными движителями. Также с помощью вращающихся гусенич они преодолевают водные преграды. Комплекс вооружения позволяет БМП поддерживать мотострелков огнем на поле боя. Так в теории выглядело использование боевых машин пехоты. Практика показала несколько иные результаты. Боевое применение БМП-1 выявило недостатки конструкции, которые серьезно снижали боевые характеристики машины. Один из недостатков БМП это очень мало места в ней. И помимо того, что идешь на операцию, с собой берешь побольше боеприпасов, берешь 2 БК, 3 БК боеприпасов, плюс к этому надо с собой какую-то воду взять, какой-то запас продуктов с собой берут. И в машине практически некуда положить. Если под ноги положишь, то сидеть очень неудобно. Второе, лучше было передвигаться на броне. На броню кидали матрасы, садились на матрасы и на броне сверху передвигались. Потому что там все-таки идет не такая война, а где-то, чтобы мы знали передний край, мы потихонечку выдвигаемся, как в написанных боевых действиях. А мы идем все по чужой территории, везде чужая территория. И они постоянно минируют дороги. Если дорога заминирована и попал ты на мину, то считайте, экипаж весь погиб в машине. Если еще попадешь на фугас, они могут туда и мешок с ВВ закопать, а сверху положить какую-нибудь пехотную мину. И взрыв, и все, там не только БМП, танк разлетится. Главной проблемой стал комплекс вооружения. Орудие «Гром» обладало невысокими дальностью и точностью огня, слабостью противотанковых боеприпасов. Еще одна проблема была связана с отражением атак низколетящих самолетов и вертолетов. В начале 60-х годов, когда разрабатывались и проходили испытания прототипа БМП, борьба с воздушными целями не входила в число приоритетных задач. На марше мотострелковые и танковые части прикрывались зенитными установками различных типов и калибров. Авиации поля боя на тот момент практически не существовало. Эра боевых вертолетов только начиналась. Но уже через десяток лет винтокрылая машина, вооруженная комплексом противотанковых ракет, стала самым страшным врагом бронетанковой техники. Парировать нападение с воздуха БМП-1 не могла. Орудие «Гром» имело неподходящие для этого характеристики и слишком малый угол возвышения ствола. Действия в горной местности и городских условиях по тем же причинам были сильно затруднены. Боевая машина пехоты нуждалась в глубокой модернизации. В первую очередь это касалось смены комплекса вооружения. Кроме того, следовало поставить новые приборы наблюдения прицеливания, повысить надежность ходовой части, уменьшить загазованность боевого отделения. Решением задачи с 1974 года на конкурсной основе занимались инженеры Челябинского тракторного и Курганского машиностроительного заводов. Челябинцы установили на опытную модель орудие «Зарница» калибра 73 мм и спаренный пулемет «Утес». Курганские конструкторы выбрали другой вариант. С 30-мм автоматической пушкой, которую предложили тульские оружейники. Конструкторские работы по реализации проекта курганских инженеров возглавлял Александр Благонравов. Благонравов Александр Александрович. Талантливый разработчик бронетанковой техники. Доктор технических наук. Генерал-майор в отставке. Родился в 1933 году. Окончил военную академию бронетанковых войск. С 1976 по 1991 годы главный конструктор Курганского машиностроительного завода. Несколько опытных машин с 30-мм пушкой в рамках предварительных войсковых испытаний направили в белорусский и московский военные круга. Новая машина показала хорошие результаты и в 1980 году была принята на вооружение. Она получила индекс БМП-2. БМП-2. Боевая машина пехоты. Боевая масса 14 тонн. Длина 6,7 метра. Ширина 3,2 метра. Двигатель. Многотопливный дизельный мощностью 300 лошадиных сил. Скорость по шоссе до 65 км в час. На плаву до 7 км в час. Запас хода 600 км. Вооружение. Нарезная автоматическая пушка калибра 30 мм. Один пулемет калибра 7,62 мм. Пусковая установка противотанковых управляемых ракет. Экипаж 3 человека. Количество десантников 7 человек. Впервые БМП-2 была показана публике 7 ноября 1982 года во время парада на Красной площади. В боевой машине пехоты БМП-2 изменилось количество и расположение членов боевого расчета. Была заменена башенная установка. В башенной установке находятся командир машины и оператор. Установлена скорострельная пушка 30 мм с дальностью стрельбы до 4000 метров, с дальностью прямого выстрела до 2000 метров. Испаренный с ней пулемет. Остальные характеристики в основном остались прежними. Незначительно усовершенствована ходовая часть, добавлены амортизаторы во вторые подвески. В остальном машина осталась прежней компоновкой. Новый комплекс вооружения значительно повысил боевые возможности машины. 30-мм пушка способна вести огонь и по наземным, и по воздушным целям. Угол возвышения ствола увеличился до 74 градусов. Пушка стабилизирована в двух плоскостях наведения, вертикальная и горизонтальная. Поэтому прицельный огонь можно вести во время движения машины. Вооружение БМП-1 этим важнейшим качеством не обладало. Первый опыт боевого применения БМП-2 получила в Афганистане. Он оказался гораздо более успешным, чем у БМП-1. Вот в БМП-2 уже была 30-мм пушка авиационная. Это уже совсем другое дело. Она поднималась, она предназначена для ведения огня. Можно было вести по низколетящим целям. Если по низколетящим целям можно вести огонь, то значит можно ствол поднять на такой угол, что можно поражать и противника высоко на скалах. Ну по КТ там есть тоже. Ну вооружение тоже самое осталось, только ствол поменялся. И еще что это там поменяли эту малютку. Это ПТУР, который очень плохо себя зарекомендовал. Его заменили на ФАГОТ. Тот уже был легкоуправляемый. Там просто на цель ставишь крест, пускаешь и этот ПТУР, и он летит в цель. А не так, как что веди, смотри цель, и еще веди ПТУР на эту цель. Это было очень сложно. А это ФАГОТ уже, то есть машина уже по вооружению превосходила БМП-1. Но броня опять-таки, хотелось бы, чтобы было покрепче. Все равно броня по бокам была слаба. Тоже начали добавлять уже в Афганистане, на заводах, на военных, начали добавлять вот эти листы по бокам, чтобы не прошивали эти крупнокалиберные пулеметы. По мере развития афганского конфликта выявились и существенные недостатки машины. Противопульная броня оказалась слишком слаба. При попадании в машину, если из гранатомета, там невозможно защитить машину. Гранатомет, он практически уничтожал машину. А там война не такая, как бы мы учили по учебникам, что разворачиваешься в линию, наступаешь, высаживаешь десант, танки идут в линию и так далее. Это там техника, вот именно БМП, БТР, это транспортное средство получается для доставки личного состава к местам боевых действий. Поэтому хотелось бы, когда едешь, чтобы ты доехал еще до этого места, куда тебе поставлена задача. А там эти душманы, они мелкими группами работают. Ты идешь по зеленой просеке, там деревья и так далее. Они вышли, человека 2-3, где-то встали по краям дороги и из гранатометов по машинам стрельнули, опять вышли в зеленую зону. В результате БМП-2 модернизировали. Новая модель получила индекс Е. Она отличалась композитной броней, которая монтировалась поверх штатной, а также дополнительными защитными экранами. На основе шасси БМП-2 разработаны и выпускаются несколько специальных вариантов бронетехники. Среди них боевая машина огнеметчиков, инженерно-разведывательная, командно-штабная и машина химической разведки. Боевая машина пехоты БМП-2 находится на вооружении нескольких десятков армий мира. Всего с 1980 года выпущено около 15 тысяч БМП-2. По лицензии она производилась также в Индии и Чехословакии. Военные достойно оценили возможности БМП-2, но ее дальнейшая модернизация на имеющемся шасси оказалась невозможной. Конструкторы нашли решение этой проблемы. Они создали совершенно новую машину БМП-3. КОНЕЦ